МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Николаевич, глыба, он глыба не только для Рязанского театра кукол, он глыба для, не побоюсь этого слова, мирового искусства театра кукол. Валерий Николаевич 45 лет служит в Рязанском театре кукол, его знает абсолютно весь кукольный мир. А для меня он в первую очередь человек, который открыл мне дверь в искусство театра кукол, который посвятил меня в тайны этой профессии, чему я очень сильно благодарен, потому что именно Валерий Николаевич пригласил меня прийти служить в Рязанский театр кукол уже почти один год назад. У него есть очень интересное качество, именно человеческое качество. Он очень хорошо, это даже, можно сказать, чуйка такая на людей, он очень хорошо ощущает человека, прям чувствует. И очень классно в этом плане с ним работать, потому что он чувствует, как нужно построить процесс репетиции, как нужно воздействовать на репетиции, на те или иные точки. И это всегда создает такой парадоксальный, но интересный момент жизни. То есть когда-то нужно, каким образом нужно помочь, каким образом нужно помочь задуматься, мотивировать или даже спровоцировать. Это очень интересно всегда. Не бывает скучно, а когда не бывает скучно, всегда интересно. То есть это человеческое качество, человеческий дар такой, который свыше, наверное, полученным был, и он перекладывает в профессиональное такое русло свое. И это очень важно вот так вот. Спасибо. С Валерием Николаевичем мы познакомились в театре. Я пришла, мне было 19 лет. И вот он тогда в меня поверил, как-то сразу поверил, доверил. И начали вместе работать. Вот и мы вместе уже больше 40 лет. И много было очень спорных, конечно, тоже моментов. Бывало так, что я что-то отстаиваю, а он говорит нет. Потом, если я докажу, это хорошо. Бывало, что не сразу все доказываешь. А бывает, что он тоже, я сначала по-другому слышу, он говорит нет, давай так, давай так. Но мы всегда находили, в конце концов, всегда общее решение. Доходило до того, что мне потом просто отдавал пьесу, даже не говоря, что он хочет. Вот так читай и делай. То есть вот это и по своему времени так оно и было, что просто вот настолько мы уже друг друга знаем, потому что он знает, и я знаю, как он чувствует, он знает, как я чувствую. И вот в этом как раз вот он чувствует, он очень тонкий психолог. Хотя он говорит, у него нет слуха, но у него настолько музыкальность внутри, у него все это есть, все это присутствует и вот в его большом количестве. И вот даже того, что вот мы сейчас вот ездили, только что вернулись, я за него очень рада, мы вернулись в Москву и ставили там спектакль. И он был таким же, он давал классные идеи актерам, он им давал задачи, которые так вот хватывали его, и дальше тоже все это развивали. Он как был интересным, так и, то есть не угасает у него это творчество, только растет. Помимо театра, работы в театре, мы же еще ставили в Норвегии, в Польше, в Голландии, ну и в Вологде, в Архангельске, в Екатеринбурге, вот сейчас в Москве. И сколько вместе? Ну, наверное, я не знаю, ну вот вместе, может быть, около 70, я думаю, где-то так. Где-то, наверное, так наберется. Ну, для меня было самым первым спектаклем «Мастер и Маргарита», именно который для взрослых. Перед этим были детские спектакли. Самый первый был тоже очень интересно «Маленький олень». Мы записывались на живым вокально-инструментальным ансамблем. Там я кучу набирала из опыта, потому что я музыкантам показываю вступление. А когда принесла актерам, они не могут вступить, потому что я там махала, а тут надо все высчитывать. Был очень опыт такой. Потом были детские тоже спектакли. Но когда первая работа для взрослых, она, конечно, просто взорвала меня все изнутри. И именно... И Валерий Николаевич сказал, что самое главное – напиши мне тему вальса. Я принесла вальс, начинается там развитие, развитие, развитие. Он говорит, да нет же, там любовь как разбойник из-за угла. То есть сразу. Я говорю, ой, точно. И вот потом вот получился тот вальс, который... Он мне тоже недавно говорит, ты мне его вспомни, мне хочу его послушать. Вот надеюсь, что мы его услышим скоро. Дело в том, что 17 лет назад, может быть, 16, ну, по-моему, 17, да, я закончил Ярославский государственный театральный институт, выпускался, и госэкзамен принимал у меня Валерий Николаевич Шацкий. После экзаменов он как раз таки и предложил мне работу в Рязанском театре «Кукол». Я согласился. И он в моей жизни принял такое судьбоносное решение, да. Если вот так вот посмотреть, я думаю, в своей жизни, в его жизни уже, наверное, этих решений было довольно-таки много. Он повлиял на огромное количество жизней других людей и порой давал очень важные направления, дороги, да, к людям, помогал в этом плане. И он такие судьбоносные вещи принимал. Я думаю, а почему бы не взять за основу как раз таки сотворения мира и творца самого, и не похулиганить на эту тему. Действительно, это была очень интересная идея, которая нам пришла в голову, нашей всей команде, которая работает над этим юбилеем. И тут оказалось, что еще огромное количество ответвлений интересных, насчет которых можно пофантазировать и похулиганить. Это самое важное, чтобы у людей было хорошее настроение после такого юбилея. В нашей жизни сказка-то из жизни уходит, и вера в чудеса уходит, и мы становимся все рациональнее и рациональнее. Итак, вернемся в детство. Поехали! Зрители, которые знают Валерия Николаевича, которые знают наш театр, я думаю, что они уже определенные параллели могут провести. А, конечно же, мы очень рады будем видеть всех почитателей таланта Валерия Николаевича. Мы умеем делать юбилеи, мы делаем это весело, хорошо, с юмором, по-доброму. И поэтому я думаю, что зритель, который придет на этот вечер, он вместе с нами будет в этой волне радости, праздника отмечать день рождения, юбилея Валерия Николаевича. Театр решил сделать мне сюрприз. Если раньше я занимался и своим вечером, и вечерами, и юбилеями, и бенефисами артистов, то сейчас я практически отстранен и нахожусь как бы тоже в позиции зрителя, который ждет, что Рязанский театр «Кукол» покажет опять какой-то интересный, необычный, чем славились раньше, как сказать, вот такой вечер-капустник с официальным фуршетным уклоном. Вы уже столько лет в театре, столько спектаклей поставлено. Вот если бы была возможность вернуться в прошлое, вот к тому Валерию Николаевичу, который только начинал эту деятельность, что бы вы ему сказали или посоветовали? Терпи, друг, терпи, вот, потому что русский богатый язык и на мудрость народ, он сказал, без труда не вытянешь рыбки из пруда. Поэтому, а труд любой, это затрата силы и энергии. Но радость заключается в том, что у нас зритель, для которого мы работаем, это молодой, очень энергичный, и поэтому от него подпитываешься энергией, что позволило дожить до 75, до этого юбилея. Редактор субтитров А.Семкин